Девушки отдыхают Да, отдыхал обзор долго, но теперь вернулся и приготовьтесь снова узнать о самом интересном из мир мобильных развлечений. Мы, конечно же, не могли пройти мимо весьма скандального релиза. Больше месяца назад вышла вторая часть Angry Birds. Да, только вторая. Все, что было до этого, теперь официально считается спекуляцией на первой части. Довольно успешной спекуляцией, надо сказать. Ведь за почти 6 лет, что прошли с момента выхода оригинала, компания Rovio выпустила более 20 вариаций на тему того, каким может стать конфликт птиц и свиней. И теперь, наконец, официальное продолжение с цифрой 2, которая за две недели после выхода скачала 30 миллионов пользователей, треть которых приходится на Китай. Разработчики вроде бы сначала обрадовались, но потом стали читать отзывы прессы и пользователей, которым совсем не по душе пришлась новая модель распространения. Angry Birds 2 можно скачать совершенно бесплатно, но вот в самой игре присутствует огромное количество способов потратить деньги. Причем, как утверждают некоторые, игру просто невозможно пройти, не перечислив свои кровные. При этом, с точки зрения геймплея, все осталось по-прежнему. Разбиваем крепости, выгадываем удачные траектории, подбираем нужных птиц для атаки, в общем, в лучших традициях, как говорится. Вот только двигаться дальше будут мешать всякие фритуплейные штуки, вроде ограничения количества попыток. Если хочешь продолжать, жди некоторое время, пока жизнь не восстановится, ну или плати. Ну и, конечно, поощрение за все на свете. Добавляешь друзей или смотришь ужасную видеорекламу. Немного награды в качестве мотивации отсыпят. В общем, хоть и бесплатно, но я вас предупредила. Хотя картинка вполне себе. Лучший раз заплатить и получить взамен игру, на которую с удовольствием потратишь несколько часов, не отвлекаясь на предложение о донате. Вот как я думаю. Поэтому с удовольствием представляю Лару Крофт Гоу. Да, сразу вспоминается прекрасный мобильный хитман. И не зря. Лара взяла оттуда все самое лучшее. А потом еще сверху добавили разнообразие в задачках, противниках и локациях. Все это сопровождается очень приятной картинкой, отличной музыкой и удобной игровой механикой. В итоге чего проходить не только интересно, но еще и приятно. Иногда на локации нужно учесть столько нюансов, что глаза разбегаются. Некоторые противники будут двигаться одновременно с вами, нажатые кнопки активировать валуны, что способны убить как вас, так и агрессивную живность на уровне, но в то же время могут укатиться не туда и заблокировать проход. Придется соображать, кого убить близко, кого на расстоянии, возможности для этого есть не всегда, а какое из существ нужно использовать в собственных целях. Например, чтобы оно активировало механизм в погоне за вами. Найдете эту прелесть на iOS, Android, а также Windows Phone. Менее чем за 300 рублей. Ну а если уж очень хочется, чтобы бесплатно, могу предложить новую игру от компании Madfinger Games. Вы должны помнить их хотя бы по одному из лучших мобильных шутеров Dead Trigger. Разработчики продолжают действовать в типичном для себя жанре, что в общем-то хорошо. Игра Unkilled позиционирует себя в основном с точки зрения графики. Мол, экшен-экшеном, но вы посмотрите на картинку. Но справедливости ради она и правда очень даже. А владельцы девайсов на NVIDIA Tegra X1 оценят вдвойне. Там обещают улучшенную детализацию и эффекты. Не волнуйтесь, рассмотреть время найдется, ведь геймплей, несмотря на жанр, не такой уж и напряжный. Нас ведут за руку и периодически дают отстреливать надвигающихся зомби. Делать это совсем нетрудно, но вполне себе весело. За успешное выполнение заданий всячески награждают. И дают прокачивать пушки, ну или покупать новые. Собственно, вот тут и зарыта фритуплейная собака. Большинство ништяков без проблем разблокируются за деньги, но это не особо напрягает. В общем, не сказать, что в Unkilled можно найти что-то кардинально новое, в отличие от тоже Dead Trigger, но бесплатно же. Качайте на iOS и Android. Идет Еще один представитель рубрики бесплатных забав – стратегия Heroes of Sin. Здесь придется сосредоточиться, ведь одновременно нужно следить за несколькими вещами. Вы отстраиваете свой замок, который состоит из различных комнат, производящих тот или иной ресурс – дерево, например, или ткань, которые, в свою очередь, тратятся на производство юнитов. Эти самые юниты будут одновременно защищать вас, ну и нападать на противника. Цель, само собой, разрушить замок врага до основания. Надо сказать, что сложность здесь скорее средняя или даже выше. А все потому, что система поиска противника, а это будут реальные игроки, не особо сбалансирована. Поэтому вам может попасться более прокачанный оппонент с, например, мощными заклинаниями. Дело в том, что перед тем, как вы вступаете в бой, нужно еще и собрать собственную колоду. Это могут быть, как уже упомянутые выше, юниты, но возможно захватить и заклинания. Они могут, например, как восстанавливать здоровье, так и наносить урон. Поскольку количество слотов, особенно на первых уровнях, ограничено, вам придется хорошенько подумать, что взять. А когда бой начнется, снова подумать, как именно распоряжаться предоставленными ресурсами. В общем, весьма любопытный экземпляр, советую попробовать. Найдете совершенно бесплатно, как на iOS, так и на Android. Субтитры делал DimaTorzok Еще одна стратегия и снопа бесплатная. Да уж, для любителей все получать просто так, сегодня очень удачный выпуск. Игра Swap Cops предлагает вполне незатейливый, но весьма увлекательный геймплей. Менять местами имеющихся в наличии юнитов, дабы одни отстреливались от надвигающихся противников, а другие в это время хилялись. Если все получится, сможете на заработанное прокачивать здоровье или, например, урон ваших бойцов, а еще разблокировать новых. К сожалению, игра пока вышла только на яблочных девайсах, но на Android появится совсем скоро. А пока в Google Play вы можете найти и заценить предыдущий проект от этих разработчиков. Он называется Swap Heroes 2 и имеет схожую механику. Ну и напоследок, немного таинственного космоса вам, друзья. Наверняка многие помнят отличную игру Out There. Рада представить проект со схожей тематикой. Battle Station Harbinger, собственно, и не стесняется этой схожести, о чем прямо можно прочитать в описании. Хорошо бы еще финным разработчикам нанять грамотных русскоязычных аутсорсеров, которые помогли бы привести в порядок русский язык в игре и в официальных магазинах. Зато он есть, радуйтесь, стоит игрушка 219 рублей, легко ищется и в App Store и в Google Play. А еще вышла в Greenlight в Steam, так что похожая пока версия не за горами. Так что удачи вам в освоении космоса и вообще. До встречи в новом выпуске на Stop Game.ru. Субтитры сделал DimaTorzok